Новый указ, который корректирует умовы льготного кредитования жилья, уступил силу с первого сокровика. Кольки шмат поверховых домов селита з'явится у Гомелі и яким будзе кошт квадратного метру, доведаемся у специалиста. Чому запаволюся роз зарплат беларусов и як это звязано с продукциейностью працы? Якую заработную плату отрымали у студене работники розной галинэкономики, спытаем у экономиста. Рыхтуемся до 8-го сокровика, як адрозніваються цены на кветки, на рынку, у крамі и интернет-магазинах. Параунаем и зробим выводы. А в этом подробно в нашем сегодняшнем выпуске. У Беларуси змянились умовы льготного кредитования жилья. Отповедный указ номер 460 уступил силу с первого сокровика. Документ уводит заборону на постановку на улик для отрымания льготного кредита у громадян, які мають во власності помешкання, признаные непригодными для проживання по санітарных и технічных потребованиях, набытые шляхом заключения купли-продажу альбо обмену. Так само указом продуглечена махчимасть переводу інтерната у арендное жилье, якое можно буде приватизовать. По общежитиям. Раньше у нас эта категория имела внеочередное право получения льготного кредита. С 1 марта эта категория у нас будет уже реализовать право на улучшение жилищных условий в общем порядке. То бишь получается плюс, еще добавляются условия, что они должны не просто проживать в жилых помещениях, в общежитии, но они должны в течение не менее 10 лет, но должны еще состоять на учете нуждающихся улучшения жилищных условий в это время. 10 лет, не менее 10 лет. А для громадян, які отримали арендное жилье на период працеулатковання, понижаючий коэффициент буде применяться только до 20 квадратных метров над членами семьи. Указом продуглежены некоторые изменения и у относенных детей-сирот. Расширилась категория граждан, которые будут иметь право, в том числе неочередное право, на предоставление этой поддержки. В частности, дети-сироты. В настоящее время, с 1 марта, с детьми-сиротами будет предоставляться им жилые помещения социального пользования по договору найма сроком на 5 лет. В течение 5 лет дети-сироты должны будут реализовать свое право на улучшение жилищных условий. Им предоставляется государственная поддержка под 1% на 40 лет. Для того, чтобы воспользоваться правом на отримание такого кредита, сироты должны стать на улику якости граждан, которые имеют потребность в обеспечении жильевых условий. До речи, у Гомеля побудованы 4 арендные домы, по 2 в Новобелецком и Центральном районах. Чарговый на 216 квартир летом будет сдаден эксплуатацию в 104-м микрорайоне. Претендовать на жильевые могут черговики из усяго областного центра. Однопакайовая квартира тут будет каштовать, прикладно, 2 миллионы в месяц. У Гомеля активно развивается и долевое обыдовничество жилья. Летость у городе над Сожем з'явилось 10 новых шмат поверховок. Это один из показчиков социально-экономичных развития региона, який по леташних выниках отримался выканать. У минулом году таким способом набытия властной квартиры скрыстались свыше тысячи человек. Темпы по объемах забудовли у Гомельских микрорайонов все лето снизятся незначным. По каким кошкам можно будет набыть квартиру у комментариев специалиста? Цена зависит от класса жилья. Класс жилья определяется не только конструктивным, но и местом застройки, где находится объект, какая доступность социальной инструктуры и так далее. Мы сейчас предлагаем в трех ценовых категориях жилье. Первое жилье – это жилье для нуждающихся, коммерческое, прежде всего, жилье для нуждающихся. Мы определили на этот год преимущественно район застройки 1994-1996. Вот там будут эти дома расположены. И с учетом той себестоимости, которая на сегодня есть, мы где-то выходим на 6,5 миллионов рублей для нуждающихся. Это дома с ограниченной прибылью, с 5% ограниченной прибылью для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Следующий сегмент для среднего класса идет в районе 10 миллионов рублей. Это где-то застройка по улице Барыкина. Возможно, объекты по улице Докутовича сейчас у нас начинаются. Полностью от улицы Красная до Кирова. Мы будем сносить частный сектор и садить там дома. Там уже цена от 10 до 11 миллионов рублей. Вот такая цена. Ну, она более близкая к центру, более удобное транспортное сообщение и так далее. Ну, и есть какие-то элитные у нас точечные объекты, которые мы садим, может быть, в перспективы парковой зоны и так далее. Вот там цена, ну, мы планируем пока в районе 1000 долларов. По ранейшему самый высокий попыт на больштанное жилье. Але на сегодняшний день будуется его меньше, чем готовы купить люди. С уликом валютных ваганий у долларовым эквиваленте цена снизилась. Тому и попыт вырос. Пять годов тому у Гомеля назирался соправдный бум. Тогда побудовали омаль 240 тысяч метров жилья. Летость свыше 105 тысяч. Все лето заплановано узвести крыше меньше, чем 95 тысяч метров. Люди заинтересованы в том, чтобы на сегодняшний день построить жилье ниже рынка. То есть мы идем ниже рыночной стоимости. Специально у нас экономическая программа так сформирована, чтобы у человека был интерес вкладывать свои деньги именно с нами. Инвестировать в новое долевое строительство. Поэтому мы даем, скажем так, скидку, дисконт относительно на рыночные цены в этом микрорайоне. И те люди, которые заинтересованы в том, чтобы приобрести жилье, они готовы строить его с нами, вместо того, чтобы приобретать его на вторичном рынке. Что отыщется другого рынка, то за опошненный день лютого были означены наступные изменения. Середний кошт пропанул у объявах о продаже «Кватер» снизился на 0,9% и склав омаль 15 миллионов за квадратный метр. У студии Марина Северьянова. Протягиваем выпуск. Пропаную перейти до темы, актуальной для кожного. Номинальная наличная средняя зарплата работнику организации в области у студии склала, прикладно, 5 миллионов 850 тысяч рублей. Это на 630 тысяч рублей, альбо омаль на 10% меньше, чем летность у Снежни. У сельской господарцы у студии не отримали у среднем 4 миллионы 170 тысяч рублей. На 300 тысяч больше у сферы эдукации. У медицине эта лечба склала 5 миллионов 100 тысяч. Не на шмат больше было у паштовых работников. Самые низкие средние зарплаты означены у занятых у социальной сферы. Менш, как 4 миллионы рублей. Самые великые у горно добываются и нафтоперепрацовочие промысловости. От 12 до 14 миллионов. Когда уличывают, что рост продукции работы должен быть выше, чем темпы увеличения зарплаты, то такое снижение становится зрозумелым. Знижние факторы, например, вагание курсов валют, адмовно уплываются на экономику нашей краины. У вынику продукцииность працы у кошта мы выражений снижается. Не глядячи на тое, что вытворшие могутности основного промыслового сектора не упали. А кроме того, на статистику поуплывала и звычайная для многих предприемств и организаций розницы по межснежинскими зарплатами, которые утромливали святочные премии, отповедные выплаты и средними студенскими. Больше подробно об соввезе узровнию зарплаты с продукциейностью працы нам расскажет экономист. Производительность труда зависит не только от объема выпускаемой продукции, но и от объема реализации этой продукции на рынке. Организации, продукция которых не востребована на рынке, они имеют невысокий уровень производительности труда в стоимостном выражении. Поэтому и уровень оплаты труда на данных предприятиях невысокий. В этой связи рост оплаты труда будет обоснованным лишь в том случае, если уровень производительности труда будет расти, что на практике добиться бывает очень непросто. В идеале темпы роста производительности труда должны быть равны или превышать темпы роста реальной заработной платы, то есть заработной платы с поправкой на инфляцию. Таким образом, заработная плата играет двоякую роль. Во-первых, это плата за результат труда, который востребован обществом и который выражается в определенном социально-экономическом эффекте. А во-вторых, это стимул к производительному труду. Каким же дшином можно повеличить продукционность працы? Выпускать запотрабованную продукцию, изнизить ЕСБ-кошт, повысить узровень квалификации кадров, выкаристовывать новую технику, инновационные технологии, удосконаливать организацию вытворчасти, а так само умоцовывать працыонную дисциплину. Некто поспел повеншавать женщин самым приемным весенним святом – восьмым саковика. Инши еще плануют отправиться по крамах в покупку оригинальных подарков для любимых. Али якое свято без пригожего букета. Каб не разгубиться у правым сенсии у море кветок, сегодня мы пораунаем цены наружи, тюльпаны, гвоздики, орхидеи и хризантемы. С этой метой мы наведали гомельский центральный рынок и магазин кветки, який находится на улице Працонной, а так само пагартали сторонки интернет-магазинов. Самые тонные тюльпаны на рынку и у краме – от 10 тысяч рублей за штуку. В интернет-магазинах от 20. Гвоздики можно купить по приблизно однольковым коште, каля 20 тысяч рублей. Кошт наружи одрознивается больше стотно – от 20 до 35 на рынку, от 40 и в правом сенсии до бесконцасти при онлайн-заказе и каля полсотни за колючую пригожонню у краме. У Апошній годы вельми популярный самостойный вариант подарунка альбо приемный и вытанченный додаток до его архидеи. От 100 до 300 тысяч их кошт на рынку, от 140 до 370 у краме и от 350 у интернет-магазинах. На этом у меня усьом. Приемных покупок, доброго настрою и усих женщин с недоходящим святом. Сустренимся, простыдень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова